Привет, вы уже освоили электронные деньги типа WebMoney и GIVI? Отлично, ведь это очень удобно. Но время идет вперед и появляются новые типы денег, и один из них – криптовалюта Биткоин, которая наделала много шума в последнее время и по некоторым прогнозам может стать валютой будущего. Итак, что это такое, как создать свой кошелек Биткоин и как работать с Биткоинами? Об этом сейчас и поговорим. Что такое Биткоин? Этот тип валюты сильно отличается от обычных денег. Это криптовалюта – виртуальная валюта, поделать которую никак нельзя, потому что она зашифрована. Отсюда и приставка в названии «Крипто». Защита также в том, что владелец определенного количества биткоинов засекречен, точнее, данных о нем вообще нет в системе. Это значит, что вам не нужно предоставлять свои документы. Также эта валюта децентрализована. Ни государство, ни какая-то другая организация не может контролировать потоки валюты. Как же тогда все работает? И как так получается, что курс Биткоина за 2016-2017 год вырос в несколько раз с 500 до 4000 долларов за один Биткоин? Во-первых, создаются майнинговые фермы из видеокарт и процессоров для обработки данных. Кстати, каждый желающий может в этом участвовать и даже зарабатывать на том, что предоставляет вычислительные ресурсы своего компьютера. Можно для этого использовать программу NiceHashMiner. Все фермы объединяются в пиринговую сеть, вроде того, что используется для скачивания файлов через торрент. Данные распределены по всей сети. Есть определенное количество биткоинов. Оно задано в алгоритме. Также задано, сколько биткоинов будет появляться. И никто из людей сам не может добавлять новые биткоины. Таким образом, биткоины защищены от инфляции. И вся сеть представляет собой, так сказать, виртуальную записную книжку, где ведется запись, с какого ID на какой, сколько биткоинов было отправлено. Таким образом, для использования кошелька вам только нужен ID или идентификатор, а также информация по прошлой операции. Сегодня большое количество компаний вложило средства в биткоин. Многие трейдеры пришли к заработку на биткоине. Возможно, и вы заинтересовались. Получить биткоин-кошелек несложно. Первый способ – использовать вебмани. Если вы пользуетесь вебмани, то вам стоит знать, что этот сервис заключил договор, по которому был добавлен кошелек WMX – полный аналог биткоин. Это очень удобно, поскольку он привязан к курсу биткоина, и при желании его можно поменять в настоящий биткоин через обменники в интернете. Пополнить кошелек WMX с помощью биткоинов можно прямо в вебмани Кипере – программе для работы с вебмани. Кстати, если вы не знаете, как зарегистрироваться в вебмани, на канале «Пока без проблем» есть подробная инструкция. Номер видео сейчас перед вами, а ссылка в описании. По сути, создавая в вебмани кошелек WMX, вы становитесь владельцем биткоинов. Один WMX равен одной тысячной биткоина. Ну а сам биткоин-кошелек можно зарегистрировать на сайте blockchain.info. Для регистрации переходим в раздел «Кошелек», нажимаем «Сайнап» или «Зарегистрироваться», вводим электронную почту и пароль. Соглашаемся с условиями, нажимаем «Продолжить» и вот кошелек создан, и вам показывается код «Идентификатор». Как тут и советуется, лучше посетить центр безопасности, чтобы знать, как защитить свою криптовалюту с помощью нескольких методов. В главном меню можно увидеть, сколько у вас биткоинов, какой сейчас курс. Также здесь можно совершить транзакцию, вы можете сделать счет для оплаты в виде ссылки, а также отправить биткоины кому-то другому. Все просто и в то же время требует приобретения знаний в этом вопросе. Если вы планируете работать с биткоинами или вкладывать в них деньги, то помните, что есть и минусы у этой валюты. Она не всегда растет в цене, а также правительство России и Украины не признали биткоин валютой и предупреждают о том, что нет гарантий. Эта система децентрализована, и в случае потери доступа к кошельку, либо резкого падения курса биткоина, вы можете потерять свои средства. Но с другой стороны, блокчейн постарался, чтобы ваш кошелек был в безопасности, и есть несколько способов восстановления доступа в случае потери пароля. Да и есть оптимистичные прогнозы, что курс биткоина будет только расти. Так что решайте сами, как использовать новую криптовалюту. А если это видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите в комментариях, что вы думаете о биткоинах, ну и конечно же подписывайтесь на канал пока без проблем, где только полезные видео о работе с компьютером и интернетом. До новых встреч в эфире, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok